Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели. Я Анна Смирнова. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимостей. В прошлом выпуске мы со специалистом говорили о зависимости от азартных игр. Сегодня гостем программы стал выздоравливающий алкоголик, имя которого мы оставим анонимным. Я благодарна вам за то, что вы пришли. Рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, телефон на прямом эфире 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить нам, уважаемые радиослушатели, задавать вопросы нашему гостю, ну и писать в WhatsApp 230-6191. Вы сказали мне за кулисами нашего эфира, раскрою некоторые тайны, что для вас важно, чтобы этот разговор направил наших слушателей, в том числе и зрителей, возможно, которые после посмотрят это в Ютубе, направил в нужном направлении, то есть, возможно, кому-то дал надежду, какие-то правильные мысли, нужные, необходимые в тот момент мысли. На мой взгляд, слова понимания вообще, которые звучат, когда у человека какая-то проблема, они являются таким спасательным кругом, что ли, да, это можно, наверное, так охарактеризовать. Вот зависимый алкоголик, он ждет, чтобы его спасли? Все очень по-разному, то есть, тут надо рассматривать, ну, как вообще появляется вся эта зависимость, да, то есть, ну, например, я не сразу стал зависимым, вначале все было красиво, и когда я мог бросить пить, тогда я об этом не задумывался, но это где-то было в классе седьмом, в моем случае, да, у всех это по-разному. Я начал вообще выпивать очень рано, и сначала как будто зависимости не было, вначале не было тяжелых физиологических последствий. Это было в школе? Да, как похмелье, да, то есть, я не продолжал утром, и это произошло, но я могу рассказать, что я сразу почувствовал, что я почувствовал раскрепощение, то есть, ну... Для коммуникации. Для коммуникации, перед дискотекой, перед, ну, любым каким-то мероприятием, а потом это стало тоже неким вот сообществом, то есть, вот, чтобы приобщиться, вот, да, к компании, ну, вот, к своей, там, старшие ребята, все, нужно было залихватски, то есть, вот, опрокинуть бутылку, да, вот, в себя, да, и тогда все чуть ли не аплодировали. Свой человек. Да, и тогда ты свой человек. И уже позже, как это вот описано в медицинской литературе, да, уже появилась уже и химическая зависимость, вот. А насчет надежды, то это уже, то есть, надежда и желание бросить пить, ну, лично у меня, я про себя могу только рассказывать, она появилась тогда, когда я уже сам не мог, сам не мог бросить, да. То есть, желание было, ну, надежда вообще, она есть всегда, но уже не было возможности. Сил физических, наверное, духовных. То есть, в этом и заключается болезнь, да, то есть, мне хотелось бы, чтобы вот, то есть, ну, такие же, как я, чтобы они это, ну, как-то услышали, да, потому что, то есть, кто такой алкоголик, вот как я это, то есть, это существо с манией величия, с кучей предубеждений, мне что, разве не предлагали разные способы? Мне предлагали, но я всегда все отметал, говорил, это не для меня, хотите, пробуйте сами, я знаю сам как, но ничего не получалось. То есть, что отличает алкоголика от пьяницы? Вот этот маленький, как бы, феномен, вот аллергии, вот эта аллергия, то есть, допустим, человек, который что-то съест, аллерген какой-то, его высыпет, раздует, он, я не думаю, что он в следующий раз повторит это второй раз. Это что касается пьяницы? Да, ну да, пьяница – это человек, который может бросить пить, ну, из-за каких-то, ну, вот, угроз, угроза здоровья, угроза карьеры, угроза развала семейной жизни, допустим, да, ну, светит, грозит, и он может прекратить, он может прекратить, или как-то взять под контроль, да, потому что я часто слышу от людей пьющих, а я бросил сам, а я там сходил к какой-то там бабушке или что-то такое и смог бросить, но это не в моем случае. То есть, таких, как я, на самом деле, может, не очень много, да, но вообще вот эта программа наша, она там написана, она как бы написана была для хронических алкоголиков, да? 12 шагов. Да, программа 12 шагов, но ее пользуют люди вообще с проблемами, то есть, у нас есть традиция желания бросить пить, то есть, если человек желает бросить пить, он может считать себя членом сообщества, да, как бы, вот. Вот, и то, что меня зацепило, когда я посещал нарколога, ну, очередного, он сказал, что цифра катастрофическая, у каждого есть несколько людей, кто уже умер от этого, несколько на очереди. Статистика такая. Статистика. Просто факты, да? То есть, человек пять, у которых уже проблема, еще человек пять, у которых задумываются, что в скором времени проблема может достичь апогея. И если вместе это все сложить, то есть, цифры страшные, но тут какая вещь, мы не занимаемся, ну, пропагандой, мы никого не тянем, мы не стоим на углах, да, то есть, мы несем весть, а весть это то, что есть у меня. То есть, весть состоит из того, как было, когда я употреблял, да, как было, вот, плохо, ужасно, потом, что произошло, что я сделал, что я сделал, как мне помогла эта программа, и как сейчас, и как сейчас. Вот эта привлекательность, она и привлекает, то есть, да, потому что, если я буду сам, ну, находиться в каком-то уныло-постном состоянии, не знаю, оборванный какой-то, вонючий, и буду там кричать, вот, я не пью там сто лет, давайте вы тоже, да. Подтягивайте. Да. То есть, понимаете, механизм какой, я, когда я употреблял, естественно, мне очень не нравилось, когда меня порицали, ругали, да. Начиная от бабушек во дворе, которые говорили, ой, посмотри, такой молодой, так напился, ай-яй-яй-яй-яй, да. Ну, и включая, то есть, ближний семейный круг, да, постоянно семейные сборы, они все решали, что же со мной делать, как это все. Контроль жесткий. Да. Со стороны родственников близких. Мне это не нравилось, я, конечно, я пытался себя всячески оправдать, что я вроде как и не пью сильно так. Под забором пока, хотя были всякие, были случаи на грани смерти, были, потому что я не выпивал, я пил. То есть, я пил сильно запойно, долго, месяцами. То есть, я запойный алкоголик. Есть разные, есть марафонисты, есть вот такие вот это состояние, то есть, я погружался вот, то есть, во мрак, ну, вроде как незаметно, но довольно быстро, да. Потому что алкоголь, болезнь чувств затрагивает все сферы человека, то есть, физическую, психоэмоциональную и духовную. То есть, это такой очень большой спектр эмоций, которые переживает алкоголик. Очень большой. Вот. И все это деградирует. Вот. То есть, тело разрушается, да. То есть, это все описано. Это не, я не медик, это не мое дело, но описано, да. Что происходит там, там, в мозгу, в сосудами и так далее, да. Вот. Но происходит деградация, и потом уже точка невозврата, так называемая, да. То есть, я психику себе порушил. Потому что я в один период, я с благими намерениями начал сам изготавливать вещества. Вот. С благими намерениями. Но в результате я употреблял их сам и даже полуфабрикаты. Ну, не буду тут подробностей. Вот. Что вызвало видение у меня уже, да. То есть, внуцинация. Да. Я это называл немножко покрасивее. Вот. Но да, да. Это были какие-то образы. Это были образы жуткие. Ну, из преисподней, скорее всего, да. Вот. И, конечно, я очень этого испугался. Инстинкт самосохранения есть у всех. Но может наступить момент, когда этот инстинкт ломается. То есть, человеку всё равно. У него нет мотивации, да. Я подозревал о чём-то таком и очень не хотел себя до этого довести. Естественно, меня привело в сообщество желание выжить. То есть, инстинкт самосохранения. Я испугался. Ну, то есть, испугался за свою жизнь, да. Я не думал, что там со мной станет, как это будет. Да. Мне просто хотелось это прекратить, но сам я не мог. Чувство отчаяния, боли, одиночества. Это было свойственно вам в тот момент, когда вы были как раз на том периоде слома, да. То есть, дна, может быть. Ну, вот эти вот чувства, которые вы назвали, состояния даже, я бы сказал, они свойственны. Ну, не скажу за всех. У меня это было в полной мере, да. Вроде бы и люди какие-то были вокруг, но вот это состояние ада внутри, да, то есть, покинутости, тоска, отчаяние, одиночество вселенское такое, да. То есть, нежелание слушать кого-то, нежелание даже просить о помощи, да. Мне, а в сообществе, ну, как бы вот изначально, да, первое условие – это капитуляция. Капитуляция, то есть, признание бессилия перед алкоголем, да, это вот… Поражение. Да, да. Но ведь, да, любому человеку, тем более мужчине, ну, как признаться, что он в чем-то проиграл, да, что он бессилен, да, потому что алкоголикам свойственно до гробовой доски. Кричать, что я могу сам, что вы мне тут говорите, я сейчас… Сам себе профессор, да, как вы тоже сказали. И чувство невероятного эгоцентризма, о чем вы говорили тоже. Потому что ведь вот этот эгоцентризм, гордыня, он имеет очень много личин, очень много образов, то есть, это надменность, то есть, да, человек, ну, считает, что он превосходит других. Это проявлялось и у вас. Нет, а обратная сторона вот этой вот самой гордыни, эгоцентризма, это то, что плохо только одному мне во Вселенной. То есть, саможалости. Да, это кошмарная саможалость, кошмарная. То есть, я покинут, я недооценен, я такой несчастный, а ведь какой я ведь был, ай-яй-яй, вот я вот это вот мог сделать и вот это, а сейчас я покинут, я никому не чувствую ненужности. Потому что это, это как следствие, люди от такого человека, каким был я, отворачиваются, они не хотят иметь с ним дел. Они знают, что такой человек подведет, то есть, не сдержит слова. Он может говорить одно, да и с ним просто страшно, потому что он, ну, безумно себя ведет, да. И я там, я искал, искал всякие пути, дело было давно. Начали тут появляться вот всякие секты, но вначале им, ну, они просто появлялись, определения, оценки им не было, да. И я посещал их все. То есть, пытаясь справиться, вы искали выход какой-то, помощь чего-то. Да, найти помощь, то есть, я использовал все, все способы лечения, которые были, кроме ЛТП и электрошока, и лоботомии. Вот, но не помогало ничего, потому что вот это сопротивление, да, вот это самое начало, но от этого зависит дальнейшее. Я не хотел помощи, я сопротивлялся, у меня была куча предубеждений, да. Но, тем не менее, выше. Да, я хотел с этим что-то сделать, но я видел там, ну, вот в этих вот всех организациях, корысть, корысть, елейность, лицемерие. То есть, я чувствовал, ну, я чувствовал неправду вот эту, да. Вас отталкивало? Мне не нравилось это, да. Вот, и когда я попал в сообщество, сразу, что меня вот сразу подкупило, то есть, бескорыстие. Им от меня ничего не было нужно. Потом нету никаких обязательных вещей, как членские взносы. Никто тебя не контролирует, никто не спрашивает, а почему ты не был на собрании, а что там? Никто. Никто меня не лечил, что называется, не давал советов. То есть, было вот это ощущение братства, сопричастности, что требовалось мне, вот как воздух. Чувство сопричастности, потому что я никому тогда не был нужен. И бескорыстие. Вот это подкупило, да. Вот. А дальше начались разные, был и период эйфории, такой вот, как я называю, эталонное такое состояние. О, как хорошо, как здорово. То есть, вы почувствовали это высвобождение, можно сказать, да? Да. Свободу. Но, как потом выяснилось, этого мало, этого мало. То есть, мне, как, ну, больному человеку, хотя у нас до сих пор еще спорят, даже врачи-наркологи, болезнь это или нет. То есть, еще не определились, да? То есть, мы считаем, что это болезнь, вот такая затрагивающая вот эти все сферы, которые я перечислял в человеке, да? И такой таблетки нет. Поэтому, когда я слышу, что, может быть, в далеком будущем изобретут таблетку, постойте, а как она будет действовать? Я, значит, принимаю эту таблетку, и я могу что? Выпить ящик крепкого алкоголя? А тогда вопрос, а зачем? Если я не задурею. Как это все соседствует. То есть, или мне нужно задуреть, или мне, что мне, или эта таблетка даст мне право просто пить алкоголь, ну, как воду? Есть ведь такие кодировки, скажем так, я не знаю, насколько они в этом смысле, то есть, насколько их признают, но они существуют. Существует много клиник различных, которые предлагают, помимо всего того, что гарантию успеха, быстрый результат, и даже есть определенное такое кодирование. Ты можешь пить, но не пьянеть. И, то есть, в этом смысле есть разные варианты, вопрос, насколько это эффективно. Вот тут для меня загадка, зачем пить и не пьянеть? Что, вкусно? Водка, наверное, вкусная, я не знаю. Ну, эффект минимальный, конечно, там буквально от одного до двух дней. Тоже вопрос о мистическом, может быть, и мышлении в дальнейшем всего общества, которое привыкло верить вот в какое-то чудо, что вот эти, если два дня человек будет пить и не пьянеть, потом он от этого откажется условно. К сожалению, то есть, понимаете, как мы никого, у нас нет мнения по вопросам, не относящимся к нам, да? Мы не знаем, и мы никого не осуждаем, и медики нужны. Они спасают людей, они выводят их из этого состояния, тремора, ну, физиологического, да? Все реп-центры, все нужны, они все делают свое дело. Врачи, мы никого не осуждаем. Мы хотим, чтобы не было предубеждений, да? Они оказывают, то есть, неоценимую помощь, они профессионалы. Дальше что? То есть, как я на своем опыте могу сказать, мне суждено посещать собрание, то есть, да, и, то есть, жить по этой программе до конца дней. Потому что это никуда не уходит. То есть, маринованный огурец свежим не станет. Или можно, допустим, провести аналогию. Ну, то, что вы сказали, пить и не пьянеть. То же самое, допустим, некая женщина очень хочет похудеть, но она 20 лет употребляла булки, по 50 штук в день. С целью похудеть? Нет, она этим употреблением мучного довела себя до крайней степени ожирения. И тут она выпивает таблетку, и что? И она похудеет? Ну, это же стресс, это кошмар для организма, да? Тем не менее, люди хотят верить в чудо. Я могу их успокоить, что такого чуда не... Опять же, у меня нет мнения. Пьяница, может быть, поможет, которые не стали еще хроническими алкоголиками вот с этим вот безумием, да, и с этой аллергией. Им, может быть, поможет. Разным людям помогают разные вещи. То есть, тут цель вот этой нашей программы, да, вот весть она в чем? Обрести гармонию с собой, ну, чтобы не бояться самого себя, да, принимать себя таким, какой есть, совсем и плохим, и хорошим. Перестать жрать себя, обвинять себя. То есть, да, с социумом, с социумом, то есть, с людьми, с начальством на работе, со своим, в первую очередь, ближним кругом. Навести порядок, что называется, на кухне сначала. Вот что я делал. Потому что я могу очень много там говорить всякого, а у меня, то есть, дома бардак, напряженная атмосфера, ругань какая-то, да, обиды. То есть, там нужно было навести порядок, то есть, я пытался это сделать. Как получилось, ну... Продолжим говорить об этом уже после перерыва. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем, уважаемые радиослушатели. Программа «Выбор». Говорим мы сегодня об алкогольной зависимости. У нас в гостях участник общества анонимных алкоголиков, который не пьет уже 17 лет. Гость у нас в студии анонимный. Мы не называем его имени, но он готов ответить, в том числе и на ваши вопросы. Если, к примеру, у вас в семье такая проблема, или вы чувствуете, что есть к этому предпосылки, или не чувствуете, но беспокоитесь об этом, то можете позвонить нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Также пишите в WhatsApp 230-6191. Мы в первой части вы сказали о том, что необходимо вот это признание самому себе в своей зависимости, обрести гармонию с собой, наладить внутри себя, на кухне, да, мир. Да, да. И внутренний мир. Ну вот недавно я наткнулась как раз на интервью известного актера Бена Афлика, который сказал, что алкоголизм – это часть его жизни сегодня, и она будет с ним всегда, и это требует постоянной работы над собой. Вот это вот сила духа, наверное, да, признание самому себе в том, что алкоголизм всегда будет поблизости, но это не значит, что он победит. Вот насколько это необходимо? Необходимо что? Признание того, что алкоголизм – это часть твоей жизни, но тем не менее он не может одержать победу, пока ты упорно работаешь над собой. Да, то есть можно выздороветь, да. Ну как вот, допустим, заболел я ангиной, я вылечил, выздоровел, но нет гарантии, что я снова не заболею. То есть исцеление – это означает научиться пить, как нормальные люди, да, научиться пить. Умеренное употребление. Да, умеренное употребление, и всё. Вот этого не будет, у меня этого не будет, да, но я могу параллельно существовать. У нас есть вот обещание программы, да, они у меня почти все сбылись. То есть я и хочу донести до тех людей, которые так же, как я, в отчаянии, да, в депрессии в полной, да, то есть, ну, в этом вот ужасе, да, что я смог от этого, то есть меня, как вот у нас в прошлой передаче у вас, вот человек говорил, Денис, что про высшую силу, да, то есть мы полагаемся на неё. Каждый как её понимает по-своему. Меня никто не заставлял верить, там, вставать на колени, да. У нас есть такое, что нужно полагаться на высшую силу и дальше, ну, как бы припоручить ей. Потому что сам я пытался, сам я пытался контролировать, быть сильным, там, тренировать силу воли, ничего не получалось. И, то есть, алкоголизм, болезнь неизлечимая, да, но если, если вот, ну, пройти вот эту программу нашу, да, то есть это не делается за один день, да, и использовать эти принципы. То есть, и, ну, допустим, я начал избавляться от своих дефектов характера, которые были… Сопутствовали в вашей жизни. Сопутствовали моему употреблению. То есть это манипуляции, враньё, и вот, ну, вот все вот эти злость, зависть, там, и так далее, и так далее, да. Я разбирался, почему мне хочется пить. И от этого мне нужно было избавляться. И это всё у меня ушло. Сообщество даёт вот ощущение вот этого братства, да, то есть ты сопричастен, да, поддержка. Мы делимся. То есть на группах мы делимся опытом, силами и надеждами, да. Вот, каждый рассказывает, как он, ну, как он, вот, что ему помогает, да, как, вот. То есть употреблять я не могу, но мне сейчас и не нужно, потому что, ну, как бы с Божьей помощью, да, нету для этого никаких причин. Я пережил все чувства в трезвом состоянии. Все эти безнадёжные состояния, вот, отчаяние, вот этого горя неизбывного, тоски, они ушли. Это было как раз тем дном, когда вы поняли, что больше нельзя. Да, это... То есть чувство отчаяния. Я считаю, когда не хочется жить, это дно. Ну, лично для меня, то есть для меня лично, это дно. Уже дне и некуда, да. Ну, вот нередко как раз люди говорят, которые работают с зависимостями или те, кто был зависим, говорят о том, что один из факторов, это как раз, чтобы прекратить пить, чтобы остановить алкоголика, это страх смерти. Но не для всех, может быть, есть среди алкоголиков те, которые пьют для того, чтобы умереть. Не для всех. Это вот эта, ну, бравада алкоголика. Да, мне всё равно, да, я сейчас буду пить и подохну. Ну, вот так вот, да, выражаются. То есть эти мысли посещают нередко? Да, эти мысли посещают, но я могу сказать, что у меня это ушло. Что, я не знаю, как будто бы меня вот эта высшая сила направила, да. И, то есть, ну, вот, моя весть и заключается в том, что есть у анонимных алкоголиков, есть выход и есть решение. Не просто так, есть выход. То есть не нужно больше употреблять. А чтобы жить качественно, то есть испытывать радость, удовлетворение, да, вот, ну, вот, всё то, что человек может испытывать, да, не носить в себе вот, ну, вот этого зла, груз, да. Как у нас говорят, мы же 24 часа, 24 часа, никаких зароков мы не даём. 24 часа я не буду употреблять. То есть именно сегодня я не пью. Да, завтра, да, завтра, может, завтра посмотрим, вот сегодня. И у вас так? 17 лет вы не пьёте, и каждое утро вы начинаете с этого? Да, и вот так вот я и пытаюсь, да. Вот, и поэтому, то есть главное, вот, алкоголику, вот, ну, как, что я делал, я рассказываю о себе, было сломать вот эти предубеждения, да, отключить свою больную голову, свой разум этот больной, да. А может ли всё-таки мысль о смерти для алкоголика быть освобождающей в какой-то степени? Потому что ведь зачастую не всем понятно, вы говорили о том, что спорят, например, эксперты, болезнь это или не болезнь, но зачастую не всем понятно, насколько страшно мучается алкоголик, а не наслаждается. Часто. Вот смерть, может ли алкоголика быть свободой своего рода в мыслях? Ну, я не берусь утверждать, потому что всё-таки на собрания ходят люди, которые захотели выжить, захотели. Человек, который думает так, ну, кто ж ему запретит так думать? Но мысли о суициде многих посещали, и вас тоже не следили. Конечно, конечно, потому что я не видел выхода. В чём выход? В чём? Я видел трезвых людей, которые говорили, ну, да, я пил, сейчас я не пью. Но я смотрел на него, и мне ещё больше хотелось умереть. То есть нужна привлекательность. То есть, да, ну вот, я точно знаю, вот человек, ну, сильно страдал, да, он пил или употреблял другие вещества, и сейчас вот он улыбается, он в радости, у него, ну, наладилась жизнь, да, то есть он там или женился, или там она вышла замуж, всё происходит, всё хорошо. Но тут, понимаете, условие какое? То есть, чтобы выйти из этого эгоцентризма тотального, да, которым обладают почти все алкоголики, тут я скажу за всех, потому что, ну, вот это прописано, да. Ну, вот я, ну, ладно, вот у меня эгоцентризм. Это крайняя сосредоточенность на себе. То есть мне плохо, но мне плохо так, как никому на земле. Мне хуже всех. То есть я начинаю жалеть себя. То есть и чтобы выйти из этого круга, нужно найти такого человека, которому хуже, чем мне. То есть увидеть, что кругом есть люди. Выйти из какого-то своего куба такого проблемного. Да, и вот этого круга, да, что есть люди, которые нуждаются в заботе, в моей, да. То есть помогать другим и отдавать то, что я получил. Получил я это бесплатно. Мне нужно делиться и отдавать. Потому что если я не буду этого делать, это болезнь, вот как вы сказали, что вот этот чёрт, он всегда сидит на плече. То есть алкоголизм – это очень коварная болезнь. Она вот только и ждёт, чтобы я оступился. И вот все вот эти состояния могут вернуться на раз, если я допущу ошибки серьёзные. А чувство стыда, оно может быть разрушающим для алкоголика и даже, я бы сказала, отрезвляющим, может быть, такая игра слов. Или же наоборот, чувство стыда, оно вызывает импульс к тому, чтобы ещё больше напиться. Я скажу по себе, что чувство стыда и чувство вины отчасти меня тоже привели в сообщество. Да, потому что, конечно, я… Это позитивное такое чувство даже, можно так… Вообще, как смотреть? Чувство вины, оно разрушающее чувство. Желательно от него избавиться. И сделать практические вещи, как у нас называется, возмещение ущерба, которое я причинил… Девятый шаг. Да, его нужно сделать. И тогда это чувство вины уходит. Оно уходит. Потому что это очень сильно угнетает употребляющего алкоголя. Вот как меня, меня очень сильно это угнетало и грызло. Ой, как я виноват. Ой, сколько я всего натворил. Но отчасти меня это привело, потому что вот из моих друзей, которых уже и нет с нами, да, у меня есть, наверное, личное уже такое, ну, кладбище из знакомых. Людей, ушедших от веществ. Это алкоголь и наркотиков, да. Вот потерял я мысль. Да, ну… Потерял мысль. Это те люди, которые проходили этот путь вместе с вами? А, да, да. Вот те люди, которых нет с нами, у них не было этого чувства. У них… Чувства стыда они посещали. Не было. Они считали, а что, а кому я делаю плохо? Ну, а не было близких рядом? Не было тех, перед кем должно быть… Уже не было. Уже не было. То есть это чувство одиночества, оно разрушающее? Конечно. В случае и… Конечно. И самообвинение, и постановки диагнозов самому себе. Все, со мной уже поздно что-то делать, я столько натворил. Ну, кошмара в своей жизни, что прощения мне нет. То есть человек как бы сам себе Бог. Да, и сам себя наказывает, и мстит сам себе. Да, сам приговор выносит и приводит его в исполнение. Так выходит. Так выходит. То есть это ужасно, на самом деле, и ужасно много людей умирает. Ну, а есть неизлечимые алкоголики? Я не берусь про это судить. Не берусь. Не приходилось вам сталкиваться с безнадежными случаями? Приходилось. Приходилось. И причем это не те люди, которые уже там спят на улице, да, и живут в приютах. Это могут быть вполне с виду благополучные люди. Ну, вот так они, ну, вот сидит внутри какое-то сопротивление. То есть я не знаю, что. И, ну, единственное, ну что, его скотчем к стулу примотать. То есть держать его под дулом автомата. Ну, никто же не будет этого делать. И все равно, и никто ничего не может сделать. Потому что, я не знаю, чего-то у него нету. Нету даже желания. Потому что, когда вот человек повис со скалы, и другой пытается его вытащить, если он хоть одного телодвижения не сделает, он утянет за собой своего спасателя. И упадут оба. То есть вот так. Ну, в данном случае спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Тут имеется в виду, что нужно хотеть спастись. Ну, для начала, для начала нужно желание, а потом готовность. То есть действительно вот готовность. Как у нас говорят, нельзя оставлять, нельзя оставлять щели. То есть мысль такой, что, ну, ничего, я тут похожу на группы, ну, не попью какое-то время, но потом-то я. Никаких компромиссов быть не может в этом смысле. Не может. То есть программа рекомендует полное воздержание, естественно, полное. То есть любой напёрсток даже, то есть алкогольного, да, может привести к запою, к страшному. Потому что мышление начинает крутиться в другую сторону. Как бы, да, меняется мышление. Очень сильно и резко. И всё. Маховик этот закрутился. И у меня были срывы, я могу сказать тоже. То есть я пил, думал, ну, ладно. Ну, на следующей неделе пойду на собрание. Сейчас попью, отойду. В следующий понедельник я говорил про следующий понедельник. В начале? Да, да. То есть у меня было два срыва. Потому что я тогда не работал по программе. Я оставил всё как есть. То есть разгрёб кучи по верхам, что называется, да. Ну, проработал некоторые такие свои вот, ну, недостатки, дефекты. Не полностью. И вот именно они всплыли и как бы накрыли меня. Вот. И всё вернулось. Всё вернулось. То есть я могу подтвердить. У нас есть такое. То есть если вы сомневаетесь, алкоголик вы и нет, рекомендуется зайти в бар, взять 100 грамм, выпить и идти домой. Получилось один раз, повторить второй раз. Если получилось, значит, вы не алкоголик. Интересно, что говорил один из выздоравливающих алкоголиков в нашей студии. Одной рюмки много, а две уже мало. Да, потому что вот эта рюмка запускает вот этот механизм. И запускает феномен тяги так называемый, да. То есть после одной рюмки вот возникает вот этот феномен тяги. Остановиться невозможно. Из-за вот этой вот аллергии, да. Потому что, как я уже говорил в начале, есть много выпивающих, ну пьяницы, да, как бы. То есть им, может быть, не нужно так глубоко копаться в себе. Ну беспокоит врач, сказал, знаешь, вот у тебя там с печенью проблемы или что-то такое. Человек испугался и перестал. Или сократил. Сократил до минимума, да. То есть я бы испугался тоже, конечно, но это был бы для меня повод, чтобы попить ещё. То есть не остановило? Нет, меня бы это не остановило. В том-то и дело. То есть ни болезни, ни страх смерти не могли меня остановить. И в чём ещё заключается вот это безумие? То есть я употреблял, зная о последствиях. То есть я знал, что это будет. Я знал, что будет очень тяжёлое похмелье. Я отходил 10 дней. И знал, какие могут быть последствия, да, что я могу кого-нибудь поранить или меня. И я, зная это, всё равно употреблял. То есть да, вот безумие в этом заключается. Вдруг какой-нибудь, ну старый всем знакомый фильм закончится в этот раз как-то по-другому. Это как в начале фильма, знаете, сейчас бывает уже финал всем понятен. Ну в начале фильма его показывают. И далее просто зрители уже смотрят, как развиваются события, которые привели к этому финалу. Но вы всё же надеялись, что этот финал будет другим, он изменится. Да. Ну вот то же самое, что законы гравитации никто не отменял. Дождь всегда идёт сверху вниз. А у меня, как у безумного, вот такие мысли. А вдруг он пойдёт наоборот и меня не заденет. То есть я чётко знал, какие будут последствия, и всё равно употреблял. Вот в этом отличие, то есть вот алкоголика от пьяницы может быть. Хотя это не совсем как бы моё дело, мы это не разбираем. И мы диагнозов не ставим. Мы никого, я говорю, мы никого не вербуем, не занимаемся пропагандой. Просто есть определённая статистика, есть очень много страдающих алкоголиков. В данный момент кто-то из них умирает, кто-то из них находится где-то на излечении. И хотелось бы вот, нам хотелось бы, чтобы было некое согласие между профессионалами, которые так или иначе сталкиваются с алкоголиками. На деле, ну вот то, что я вижу, моё мнение, происходит некая такая конкуренция профессиональная или такая чисто человеческая. Нет, мы лучше. Нет, только мы можем помочь алкоголику. То есть хочется сказать, ребята, о чём речь? Делайте свою работу, помогите, но пусть дальше этот человек идёт на группы. Ну вот как раз о чём вы говорите. Если абстрагироваться от самой зависимости, да, и посмотреть несколько иначе, то алкоголики для некоторых организаций, по сути, представляют бизнес, такой очень прибыль, реабилитационные центры, да, где нужно платить, это клиники. И по сути им выгодно, что алкоголики выздоравливали, вернее, не выгодно, чтобы алкоголики выздоравливали, минуя их, о чём вы говорите сейчас. Насколько это вообще распространённая история? Я не берусь судить. То есть вот с 90-х годов было по-разному, да. Ну, в большей или меньшей степени. То они шли навстречу, то они закрывались, да. То есть пусть они делают свою работу, никто не говорит, что они не нужны. Потому что иногда нужен такой реабцентр, чтобы мотивировать алкоголика, который упорно не хочет понять, что он болен, и ему нужна помощь. Но реабилитационный курс происходит, то есть определённое время. Человек же не сможет там находиться. То есть ему нужно выходить в социум, да, он возвращается к своей семье, ему нужно как-то жить. Адаптироваться. Да. И вот тут дальше, вот сообщество анонимных алкоголиков. Этому человеку желательно ходить на группы и ходить постоянно. То есть как... Но конкуренция каким-то образом происходит всё-таки. Ну, я не знаю, как они считают. То, что вот, ну, по моим наблюдениям слегка происходит, да. Там одна организация сказала, у нас всё под контролем, мы это делаем, у нас всё хорошо, мы помогаем, да. Но когда я ходил, вот, допустим, то есть у меня вот был такой момент, я искал спасение в церкви, да, но поскольку я был очень болен, очень безумен. Я пьяный стоял возле иконы, да, у меня катились слёзы. Потом я выходил после этой службы и шёл в магазин дальше. Или один священник мне сказал, ну, ты же знаешь, что пьяница Царствия Небесного не наследует. Негодяй ты этакий. Ну-ка возьми строгий пост на себя. Я так послушал его, послушал, поймал обиду, пошёл и купил себе выпить. Да, то есть в данном случае импульс неплохой, но как в песне только этого мало. Мало, этого мало. То есть вот я говорю, дело в этих вот, ну, в мелочах, да, то есть вот программа «12 шагов», она и состоит из 12 шагов, да, первый, второй и так далее, да. И вот эти организации, ну, я не буду их называть по именам, да, вот они создают такую некую конкуренцию, да. Только мы знаем как, мы поможем, так мы не против, конечно, они помогают. Они профессионалы, они помогают, но давайте сотрудничать. То есть просто, ну, пожелание такое было бы, что не надо формировать предубеждения у ваших пациентов или ещё, я не знаю, прихожан, не нужно. Мы не конкуренциями. У нас одна цель – помочь тем, кто страдает. Вот и всё. То есть цель группы анонимных алкоголиков, да, это одна из наших традиций, потому что движение зародилось в 30-х годах в Америке. Это были первые там, допустим, 100 человек выздоровевших, алкоголиков, и они пытались делать так, не получалось. Потом они сделали так, опять не получилось. И вот они сделали вот по-другому, оп, и это получилось. Они записали традицию. Есть 12 традиций, да, которые записаны. Их предписано желательно, их выполнять. Потому что если не выполнять, это может развалить или группу, или сообщество в целом. Да, то есть внести раздоры, споры какие-то, да, абсолютно, ну, ненужные. Вот, и вот, то есть, вот, ну, весть, она заключается, главное, то есть, да, как бы послание, вот это решение, как бы в этой программе. Ну, вот, в программе «12 шагов». Но мне помогло вначале просто отогреться. Вот ощущение этого братства, да, и то, что я увидел людей таких же, как я, которые не врут, они прошли через, ну, примерно через то же, что и я. И мне это здорово помогало. Я не понимал, что произошло, я просто перестал пить. Просто перестал пить неделю. Ну, это тоже такое чудо своего рода? Это чудо, я, я, конечно, это чудо было для меня, это было чудом. То есть, я не пью неделю, я не пью месяц. То есть, здорово, такие бонусы. То есть, начала успокаиваться голова, нормализовался сон. То есть, я помнил, где я заснул. То есть, меня перестали ругать, хотя настороженно относились долго. Но что поделаешь, это уже моя заслуга. И ожидание у меня, ну, вначале я обижался. Как же вы так меня подозреваете? Я же уже не пью там три месяца, а вы до сих пор думаете, что я пью. Вначале я обижался, мне объяснили, что у тебя не должно быть ожиданий. Ты нанес немало вреда и ущерба этим людям. Да, конечно, они будут настораживаться. Говорите сейчас о тех, кто в семье. О моих, да, потому что, когда мой ключ скрижетал об двери, вот, они уже напрягались. Ну, для тех, кто сегодня, возможно, испытывает, по крайней мере, насторожность по этому поводу или чувствует беспокойство, да, по поводу этой проблемы, может, какие-то предпосылки, куда этим людям обращаться, если какие-то телефон доверия, например, куда можно позвонить и прийти в сообщество. То есть, вот у меня есть визитка анонимных алкоголиков, да, это телефон, как бы, ну, бюро, да, то есть, если позвонить по этому телефону, там дадут всю последующую информацию, куда обращаться, там, расписание групп, да, которые функционируют. Потому что в Латвии много групп в Риге. Забыл я точное количество, но получается, что каждый день где-то есть группа. Да, и можно позвонить и, по крайней мере, узнать о том, где и будет проходить собрание, да? Да, есть собрание как на латышском, так и на русском. Вот. Я могу произнести этот телефон. То есть, 27, 33, 35, 23. Да, но, к сожалению, время у нас подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли и рассказали свою историю. Надеюсь, что вы придёте ещё и продолжите этот рассказ. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо вам.